Страх Господень Страх Господень Я прочитаю свой перевод сразу, где, может быть, это несколько более понятно выражено. Дух, которого вы приняли, ведет не к рабству для прежнего страха, он делает нас сынами Божьими. С ним мы и восклицаем. Авва Отче. Этот дух и свидетельствует вместе с нашим духом, что мы дети Божьи. А детям принадлежит наследство. Так и мы наследуем Богу вместе со Христом. Если мы причастны его страданиям, то станем причастными и славе. Смотрите, здесь противопоставляется раб и сын-наследник. Ну, понятно, в чем разница. Отец, которого здесь, кстати, называют таким ласковым арамейским словечком Авва. Да, это даже скорее папочка, чем отец. Вот Богу, так сказать, папочка. Ой, как приятно, когда тебе говорят папочка. Мне кажется, ему тоже должно быть. Так вот, когда к нему так обращаются, то это что-то понебратство такое. Ну, не знаю, вот когда я слышу такое обращение от своих детей, от взрослых уже редко доводится слышать, я понимаю, что это совсем другое. Это вот какая-то степень заботы, нежности и близости, которая подчеркивает, что вот у нас свои отношения. Не просто пап, да, и там денег, я не знаю, или там пап, можно я там это. Ну, это так проходное. А вот здесь что-то очень личное и нежное. Причем это совершенно не исключает ни авторитета, ни просьбы о том, чтобы что-то дать, или что-то разрешить, или что-то сделать, да. Да, просто это что-то очень личное. Может ли раб обратиться к своему господину? Господинчик? Ну, нет, конечно. Совершенно ни к селу, ни к городу это будет звучать. Он подчиняется. А подчиняется, прежде всего, и страха. И страха наказания, и страха не угодить, и страха разгневать, и страха не получить свою похлебку ежевечернюю, да, или там, я не знаю, свободу через определенное время, потому что хорошего раба награждают свободу, или отпущенником он становится, да. Вот он поэтому по всему переживает. И Павел в послании к римлянам постоянно подчеркивает, что закон, хорошая вещь, закон Моисеев для иудеев, он не главное. Он ставит пределы, он показывает, что есть грех, а что не есть грех. Это все очень хорошо и важно, но нельзя им жить. Это внешнее. Это то, что ограничивает человека. Есть правила дорожного движения, а есть маршрут. Вот нельзя кататься по правилам дорожного движения ради того, чтобы их соблюдать. Это бессмысленно. Но можно ехать куда-то, соблюдая эти правила дорожного движения. А есть, как мы знаем, скорая помощь, которая их не соблюдает, потому что в ней человек, которого надо спасти. Вот есть Христос, который превосходит этот закон, но не потому, что закон плох или правила дорожного движения плохие, а потому что есть что-то гораздо более важное. И вот эта самая скорая помощь с этим спасаемым человеком внутри, это вот и есть этот крик овощи, когда все напрямую, когда правила уже не очень многое означают, когда вот самая тесная непосредственная связь Бога и человека. И мне кажется, Павел говорит именно об этом. И он подчеркивает, если дети, то наследники, раб не наследует, раб часть наследства, он переходит к новому хозяину, как его имущество, а сын или дочь наследует. И дальше он делает одну очень важную оговорку. Если мы причастны его страданиям, то станем причастными и славе. То есть все бы хорошо, но вот одно условие, что означает быть сынаследниками Христу, то есть быть такими же наследниками, как и он, а значит пройти по его пути. Вот рабаник тоже не заставляет проходить по пути хозяина. Он там помогает ему, он там делает работу. Исполнил, молодец, не исполнил, будет наказан. Но не более того. А вот здесь, и об этом Павел выше здесь немножко говорил, что мы живем не для плоти, мы живем для духа. И как узнать, что мы живем для духа, если в нас этот самый дух взывает к Богу как к Отцу? Но есть и внешнее проявление. Это пройти путем страданий, которым прошел Христос. И если не проходим, то что-то не так. То значит нет этого сонаследования. Хотелось бы, но нет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok